Я говорю о премиум плагинах от Крокоблок для расширения функциональности и мощи Elementor Pro, конструктор страниц на WordPress. В этом видео, сейчас перед вами страница разработчика, демонстрация, я хочу вам показать плагины JetElements, Interactive Animated Box. Давайте посмотрим, что это такое. В этом видео будем разбирать настройки данного плагина. Ссылку на Крокоблок я оставлю в описании, также вы можете найти на моем сайте fedorvasiliev.com. Чем меня этот плагин заинтересовал? Это интерактив с вашими пользователями. Например, вот вы видите девушку, смотрите, я зажимаю левую кнопку мыши и начинаю как бы ластиком стирать. Подумайте, где можно это применить. Я пока что нигде не видел такого эффекта, только в Крокоблок. Давайте посмотрим. Смотрите, есть, например, бутылка, да, видите, как отгибается, например, этикетка. Например, там будет информация о скидке. Или вот здесь вот. Потом есть вот такие вариации, да, вот такие вариации. Просто подумайте, как это можно будет применить. Вот машина, например, я зажимаю мышку и двигаю просто машину влево-вправо. Тут скидка, например. Давайте рассмотрим данный плагин. Меня зовут Федор Васильев и подробности в этом видео. Сейчас перед вами мой тестовый сайт. Я немножко поигрался с этим плагином. Здесь культурист и, например, я его стираю, да, и тут уже у нас идет некая аэробика. Давайте посмотрим, как это реализовано. Я перехожу в админку своего сайта, перехожу в страницы. То есть данный плагин у меня уже установлен. То есть это у нас пакет JetElements. Если вы не знаете, что это такое, смотрите мои предыдущие уроки. Я перехожу в режим редактирования главной страницы. Там я произвожу всякие тесты, изучаю плагины. У меня данный плагин есть. Давайте я начну с нуля. Удалю свои наработки. Здесь я просто сворачиваю все базовые вкладки Elementor Pro. Нахожу JetElements. И это у нас называется AnimatedBox. Перетаскиваю плитку на холст. И давайте посмотрим. Вообще изначально, вот я сейчас обновлю страницу. Это у нас обычный FlipBox по-другому. То есть переворачивающаяся вот такая вот плашка. Если бы здесь было только это, только эта опция, я бы даже не стал записывать этот урок. Ну, потому что этот элемент редко используется на сайтах, мало востребован и, в принципе, ничем не примечательен. Ну да, переворачивается вот так вот картинка, уже не впечатляет. Это уже, можно сказать, старый эффект. Но разработчики Cracoblock сюда разместили очень большое количество эффектов, в том числе и те эффекты, которые вы видели в демонстрации на сайте Cracoblock. Давайте посмотрим, что здесь есть. Вот у нас есть вкладки, да. Контент на лицевой стороне, то есть та лицевая сторона, которую мы видим сразу. Разворачиваем, то есть все опции будут именно к этой стороне. Тип контента можно выбрать шаблон. Это значит, что вы можете выбрать готовый шаблон Elementor Pro, который вы, например, ранее создавали. Подвал, футер. Например, вот футер прямо сюда я вывел. Не знаю, может ли это пригодиться. Я буду рассматривать просто сторону, вот эту, да, иконки. Можно взять какую-то иконку, у нас появляется здесь. Я использовать это не буду. Ну и все просто. Заголовок, текст, который вы видите здесь. Дальше какой-то дополнительный подзаголовок. Дальше сам текст, если хотите разместить, он здесь размещается. То есть вы эту сторону настраиваете. Цвет этой штуки, это все в стилях дизайн. Мы немножко это коснемся. Раз уж мы с вами первую сторону настраиваем, сразу поговорим про стили. Здесь у нас, видите, лицевая сторона, обратная сторона. И вот здесь вот есть такая вот кисточка. Выбираем какой-то цвет. Вот вы видите флипбокс. Я его просто поменял. Этот цвет и все. Вернемся с вами сюда еще. Возвращаемся на содержание. Все, остается нам настроить вторую сторону. Как только я ее здесь раскрывал, вы видите, она тут поворачивается. Здесь у нас имеется кнопка. Все то же самое здесь настраивается. Абсолютно единственное, что здесь есть возможность повесить ссылку на кнопку. Ну, то есть вот читать далее этот текст на кнопке. Вот сюда вы удаляете решетку и ставите ссылку, куда эта кнопка ведет. Все просто. И самое сладкое, самое интересное, это у нас настройки. Во-первых, высота нашего флипбокса. Дальше. Как будет флипбокс поворачиваться? При наведении мыши, вы это видели, при клике, при других каких-то обстоятельствах это может срабатывать. Давайте разберем. Вот клик. Понятно. Давайте посмотрим вот этот вариант. Как только я его выбираю, здесь смотрите эффект анимации. 3D эффектов целая куча. Я не буду рассматривать стандартные эффекты, вы их сами без меня посмотрите. Я рассматриваю лишь только самые топовые эффекты, которые вы видели в начале этого видео. Ну и HTML разметка заголовка H3, H4 здесь на ваше усмотрение. Я обновлюсь. Вот сейчас мы смотрим вот этот эффект. Обновляю страницу здесь. Это просто стрелка. Крестик переворачивается обратно. Если вы оставляете вот эту стрелку и крестик, не забудьте о том, что вы можете просто выбрать другой эффект. Например, это будет слайд. Давайте еще один эффект я продемонстрирую. Вот просто слайд. Движемся с вами дальше. Самый красивый, самый бомбический, так скажем, эффект, это вот этот эффект. Это то, что мы стираем мышкой. То есть это уже интерактив. Давайте посмотрим. Обновлюсь. Мышка превращается в такую кисть. Вы видите там ладошка. Просто я вожу мышкой и все стирается. Только имейте в виду, на кнопку кликнуть нельзя, пока вы все не сотрете. Возможно, это будет какой-то некий такой нюанс. То есть я кликаю, ничего не происходит. Нужно действительно стереть абсолютно все. Вот. И теперь будет кнопка активна. Давайте рассмотрим еще эффекты. Тоже достаточно интересный. Это следующий эффект. И дальше слева, вверх, справа. Как он будет срабатывать? Мы его можем только посмотреть. Изначально нам это ни о чем не говорит. Название эффекта. Это вот такое, видите, зажимаю мышку. Причем могу мышь отпустить. Вот я ее отпустил. В таком виде осталось. Могу назад вернуть, а могу вот так вот свернуть до конца. Вот такой эффект. Смотрим следующий эффект. Обновлюсь. Обновлюсь здесь. Смотрите, это уголок. Просто зажимаю. Все те же эффекты, которые вы видели в начале видео на демонстрации страницы Caracoblock. Все то же самое. Просто там все оформлено уже красиво. То есть там бутылка, женщина в купальнике. Все уже как бы подготовлено. Я вам показываю на примере. Вот видите, как уголок отгибается. На примере обычного вот этого Flipbox. Как это все работает. И посмотрим. Еще один эффект. Обновить. Обновить здесь. Это просто вот тоже мышкой зажимаю. Простое перетаскивание. Возможно, тоже кому-то будет интересно. Ну и самое главное. Картинки. Как повесить, если вы будете что-то красивое креативить. Как это все сделать. Это все в стилях. Там же на вкладке общие. Просто вместо цвета вы выбираете. То есть вы кликаете вот сюда изображение. И загружаете как бы то изображение, которое вы хотите, чтобы оно было первым. Вот оно первое. Если вам тут никакой текст не нужен, то, соответственно, вы возвращаетесь сюда. Просто оставляете эти поля пустыми. Никакой текст не размещаете. Тогда здесь будет только, скажем, этот мужчина. Возвращаясь сюда. Например, высоты не хватает. Вот. Вы расширили наш фликбокс чуть больше, да, чтобы картинка вмещалась. Все просто. Дальше обратная сторона выбираете. Кликаете сюда. Изображение. То изображение, которое будет появляться после, да. Когда человек сотрет вот эту картинку, например. Или просто вот ее переместит. Ну, здесь мы это не видим. Вот, кстати, да. По поводу цвета. Вот если у вас только изображение, здесь можно вот так прозрачность убрать на нет. Тогда будет видно все. Понятное дело. Здесь уже сами решаете. Соответственно, здесь с этим изображением, там у нас девушка. И получается там и кнопка, и текст. Ну, здесь, я думаю, вы догадались. Вы просто здесь все стираете. Чтобы у вас вот эти поля были пустые. Не заполняете их. Читать далее. Далее убираете решетку, ссылку убираете. Кнопка тоже исчезнет. Вот простая картинка. Ну, и последнее. Завершение. Давайте посмотрим в реале. Единственное, что у нас вот так она сейчас раздвигается. А у меня все-таки в планах было сделать эффект, когда мы как будто ластиком стираем. Все. Остальные уже опции, я думаю, вы здесь разберетесь без меня. По стилям пробежитесь. Думаю, здесь самое важное я рассказал. Вот, смотрим. Видите, вот, стирает. Все у нас получается. Как это применить, где это применить, уже будет зависеть от вашей фантазии. Техническую сторону я вам дал. Увидимся с вами в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok КОНЕЦ Добавил субтитры сделал DimaTorzok